всем привет сегодня поговорим о коллекциях начинаем их изучать значит что такое коллекция представьте у вас вы в принципе можете использовать вместо коллекции массива то есть вот есть у нас какой-нибудь массив массив антов им там или обжектов каких-нибудь неважно и рей там равно new 10 у нас есть вот такой вот array и мы его можем использовать для чего мы можем его использовать для хранения какой-то информации которая будет как бы массивом то есть множество информации например пишите вот тот же самый facebook или вконтакте и у вас должен быть список пользователей список друзей список мелодий список видеозаписи все идет списком и вот для хранения таких штук как раз и используется массива но массива есть одно одна очень плохая черта то что у него есть какая-то определен какой-то определенный размер ну 10 или там 15 да то есть мы сразу при создании выделяем под него память это делается для того чтобы он работал очень быстро и у нас как бы в памяти все его ячейки хранились одна за другой мы могли быстро пробежаться также у нас будет быстрый рандомный случайный там там к седьмому к восьмому элементу у нас очень быстрый доступ то есть мы берем начальный адрес памяти плюс количество ячейки получаем одну ячейку вот поэтому массива не очень быстро но один нюанс то что память у нас ограниченная то есть мы сразу должны задавать поэтому массива мы используем довольно керетка по большей части мы используем коллекция что такое коллекция коллекция по большей части это тот же самый массив но там будет мы сразу не задаем размер то есть размер у нас может быть безграничны но практически безграничны грубо говоря вот что же такое коллекция у нас есть класс коллекция точнее интерфейс коллекцию вот ну и туда мы можем запихнуть в этот интерфейс любую коллекцию там не знаю арались к примеру что такое рались потом разберем сейчас мы разбираем коллекции вот смотрите если вы взгляните вот методы которые у нас есть это метод сайзе замки контейнс там то рей бла-бла-бла dd remove бла-бла-бла в общем методов относительно немного но может вам кажется что это много но если вы посмотрите потом на остальные остальные интерфейсы в коллекциях вы видите что здесь очень мало но и плюс основных элементов нас на самом деле основных методов очень мало действительно потому что основной это сайт это адд это remove и это итератор но есть еще вспомогательный to array вообще у нас есть как бы два основных в коллекциях класса это ну даже три я бы сказал это вот collection интерфейс есть также класс collections и есть класс рей насколько я помню рейс да вот он собственно коллег класс collection сум удобный нам тем что у него есть куча методов к примеру метод сорт который позволяет отсортировать списки но списках позже поговорим и также превратить там как-то коллекцию в массив и массив в коллекцию то есть там ну как бы какие-то дополнительные методы он нам предоставляет то же самое делает класс рейс он тоже самое предоставляет нам сортировку массивов там превращение массива в коллекцию там обратно там копирование в общем тут куча разных полезных методов сейчас мы об этом говорить не будем если интересно сами залезете посмотрите но там на самом деле просто он кита несколько полезных методов типа сортировки и преобразования эти два класса эти два класса как бы предоставляет нам так что когда мы говорим о коллекциях мы говорим не только об интерфейсе collection но также вот о двух классах collections и рейс вот которые позволяют преобразовывать но суть не в этом об этих двух классах мы пока забываем главное для нас сейчас интерфейс collection и того он предоставляет на метод оттд который мы можем добавить какой-то объект там к примеру как то так вот то есть мы добавляем потом если нам что-то не нравится мы можем ремовнуть какой-то объект и собственно вот так вот приблизительно это работает то есть мы можем добавлять объекты туда и раму этих то есть удалять все очень просто еще есть такой классный у него метод который помогает пробежать по всей коллекции то есть с первого как бы с первого элемента по последней это вот итератор это вот у нас коллекциях есть метод итератор который возвращает итератор и этот итератор нам позволяет пробежать по всей коллекции то есть мы можем сделать так while итератор хэзнэкст и саут хэзнэкст 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 проявляет если следующий элемент коллекции и хэзнэкст его возвращает то есть если мы сейчас запустим этот код он нам добавит единичку потом добавит двойку потом добавит тройку потом удалит двойку и соответственно у нас останется 1,2 и мы выведем эти цифры смотрите точнее 1,3 да это я оговорился то есть как вы видите второй элемент мы удалили и у нас остался 1,3 который мы вывели вот и все коллекции у нас имеют этот интерфейс и нам предоставляют то есть возможность добавлять объекты удалять и пробегать по ним кстати говоря вот наш цикл for который новый он как раз и работает на основе этих итераторов то есть если мы сюда передадим нашу коллекцию то потом мы просто сможем тоже самое сделать пробежать по ней и вывести все элементы смотрите запускаем то есть он нам сделать то же самое поэтому от этого старого цикла while мы в принципе уже отказались он уже как бы не интересен то есть итераторы мы можем не использовать нам просто надо знать что вот этот цикл for работает на основе итераторов которые возвращает мне этот итератор вот того это наша коллекция которые пришли на смену массивом и которые как бы безразмерно на самом деле они просто увеличивать свой размер то есть был у меня там размер коллекции там 5 элементов потом я добавляю 6 элемент он меня берет преобразуется там выделяет новый массив там в 10 примеру элементов ну сейчас мы поговорим попозже о том как на самом деле все это устроено то есть сейчас первое что вам надо понимать то что у нас есть коллекции которые пришли на смену массивом предоставлять метод add и метод рамов вот дальше у нас коллекция раш начинает делиться и вот как раз у нас коллекция начинает у нас есть несколько основных интерфейсов которые у нас наследуются от коллекции это лист это у нас это у нас QI и это у нас мапы ну точнее сейчас расскажу, секундочку напишу new hash map так вот, вот эти вот три интерфейса list, set и QI, они наследуются от коллекции мапы не наследуются, это отдельный интерфейс, но тем не менее, он тоже относится к коллекциям, поскольку помогает хранить данные ну тоже как бы равномерно, в общем сейчас поговорим о том, что такое мапы собственно говоря, интерфейс list, давайте зайдем посмотрим, что он нам предлагает опять же, тот же метод size тот же to array add remove, все круто но, помимо этого основных два метода, который дополняет метод list, это set get set и add с сентовым значением собственно говоря давайте начнем с разбора листа есть у нас list мы тогда можем добавить add там 1 как бы вроде все то же самое да, там 2 3 там рамовнуть можем будет то же самое но тут еще такой прикол, что мы у нас как бы работает на основе списка то есть он максимально похож на array то есть у него все элементы они берутся по значениям и мы потом можем допустим вывести asout допустим collection get it элемент то есть я могу взять к примеру там второй или первый элемент и его вывести то есть здесь у нас по индексу идет работа с элементами массива то есть у нас там 3 элемента и мы можем их вывести к примеру допустим я могу сделать это так то есть мне уже как бы там итератор не нужен я могу сделать вот так вот смотрите я пишу цикл for и равно 0 пока и не меньше чем collection size и здесь я могу просто брать и collection get it элемент и выводить их всех то есть в принципе очень удобно очень классно то что он работает на основе элементов вот также я могу там добавлять скажем collection ой collection я могу с этой скажем во второй элемент я могу поместить 5 вот и значение просто поменяется во втором элементе смотрите сейчас видите вот там понятное дело что у нас идет все от нуля то есть нулевой элемент это первый первый элемент это второй и так далее то есть вот я во второй элемент взял который на самом деле был третьим ну то есть там как и в массивах у нас отчет идет от нуля вот я пятерочку третий элемент засунул вот что еще нам предоставляет ну get set add то есть в принципе все по старому все как всегда то есть можно написать нам collection add и тут индекс к примеру 6 и 6 сюда вот запустить оно свалится почему потому что у нас нету 6 пока индекса то есть нам надо постепенно дополнять если бы я допустим единичку сюда поставил бы то у нас естественно будет как вы видите на первом элементе ну который на самом деле второй выведется 6 вот в принципе все очень просто все элементарно ничего сложного это коллекция о том как они устроены то есть у нас есть там несколько имплементаций ары листы линкед листы я об этом расскажу позже это были листы то есть вам нужно понимать что это коллекция на основе индексов то есть у нас мы можем get ну то есть дополняется метода get и set которые там по индексу добавляют элементы или достают вот это set это листы потом у нас есть скажем acquire давайте acquire поговорим да то есть вот у нас есть там priority acquire к примеру то есть методы которые были же в в коллекциях у нас остались но вот вот этих get set которые в листах уже нет давайте посмотрим что у нас вообще есть здесь ну здесь вообще элементов практически нет то есть остался тот же add остался remove offer poll pick offer это ну на самом деле это в принципе то же самое что и add то есть он добавляет элемент в коллекцию poll pick они достают элементы из коллекции разница в том что смотрите pick retrieve but does not remove то есть pick у нас достает элемент из коллекции а вот пол но не удаляет а вот пол у нас вот удаляет его сейчас я вам продемонстрирую разницу секундочку значит что еще я хотел сказать о чередях ну что такое очереди в принципе все знают да вы все знаете вы сегодня раз стояли в очереди приходите за очередью вы пришли последние соответственно вам надо простоять всю очередь и потом вы попадаете можете купить хлеб то же самое у нас работают очереди они бывают двухнаправленные в принципе то есть есть очередь это когда вы первый пришли первый ушли да там есть стек стек это обратно это как пуля в магазине вы первый приходите но последний уходите то есть как-то так ну то есть в общем собственно говоря вот у нас очередь мы в эту очередь добавляем элементы 1,2,3 и потом ну мы можем даже вот offer вместо ADD использовать offer offer ну у очереди тоже есть несколько имплементаций это priority quiet linked list я вам в отдельном уроке расскажу по очередям вот и собственно говоря мы можем здесь пробежаться проэтерироваться и south collection пик то есть мы да и кстати если мы используем пик то у нас collection так если я правильно понял у нас такой же и останется коллекция если мы используем пик то есть количество элементов да вот смотрите тут как получается если мы достаем пик то он у нас не удаляет этот элемент первый мы три раза пробегаем он три раза его и достает что не очень в принципе хорошо но зато у нас количество элементов как 3 было так 3 и осталось то есть чтобы вам было понятно смотрите нам of элемент вот то есть у нас было 3 3 осталось поэтому нам лучше использовать пол пол у нас будет доставать и удалять эти элементы из коллекции и в конце у нас просто collection size будет равен нулю даже и ленички почему-то ну это видимо 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 потому что давайте вот так сделаем у нас 1 2 3 выведет нет не хочет а ну там 1 2 3 почему-то не хочет наверное нам через итератор просто надо и это делать то есть нам нужен итератор или как-то так равно collection итератор while итератор has next итератор да вот как видите он у нас пробежал по всем и по выводил их с помощью итератора да если мы саут collection пол будем доставать да вот если мы сделаем как раз collection пол то он каждый раз будет удалять элемент который мы получили и в конце у нас коллекция будет равна нулю вот это что касается очередей дальше у нас есть еще сеты 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 new hash set вот ну здесь конечно же у нас метод bddd значит что нам предоставляет смотрите давайте так for object o в коллекции сделаем asout смотрите чем прекрасен set вот я добавляю несколько раз одни и те же элементы 1 2 3 вот но каждый элемент в сете всегда добавляется только один раз если мы это запустим у нас вводится 1 2 3 то есть те те объекты которые у нас уже были в коллекции они не будут дополнительно добавлены то есть это коллекция уникальных объектов иногда очень полезно достать допустим из базы данных какие-то объекты они у нас будут повторяющиеся вот но мы не хотим чтобы они у нас повторялись нам надо вывести там пользователя уникальные объекты и соответственно мы выводим вот так вот таким вот образом объекты чтобы они не повторялись вот аквай мы закроем что нам предоставляет интерфейс ну в принципе все то же самое это add это remove это size то есть он даже никаких там супер крутых новых методов нам предоставляет все что вам нужно знать о сете это то что он выводит неповторяющиеся объекты то есть если мы в лист или в очередь можем добавить повторяющиеся объекты то здесь у нас все элементы будут уникальными дальше идем в мапы вот мапа это отдельный интерфейс ой хешмэп ну о этих хешмэпах и так далее я вам отдельно расскажу так и вот у него уже нету метода ddd потому что если мы зайдем в мапу то это вот просто интерфейс он ни от чего не наследуется допустим здесь был бы лист или любая другая очередь как вы видите лист экстендится от коллекции то же самое с сетами то же самое с куаями с очередями то вот как раз мапы мапы это отдельная коллекция она не наследуется от коллекции но тем не менее она относится к коллекциям так сказать какие методы она предоставляет ну опять же тот же самый size измки get put remove как это все работает смотрите мапа это такая штука которая добавляет значение по ключу то есть ну к примеру к примеру к примеру к примеру библиотека у нас есть библиотека у нас есть книжки у нас есть читатели которые приходят с читательским билетом мы хотим по номеру читательского сохранять книжки которые они взяли мы соответственно на на какой-то читательский можем записать какую-то книжку вот здесь где-то приблизительно тот же самый принцип вот давайте скажем и используем мы метод путь и вот давайте к примеру будем считать что есть у нас читательский у них есть номер 123 мы сюда можем уже что-то поместить там какой-то другой объект там какая-нибудь книжка там не знаю дэн браун читатель с читательским номер два там допустим книжку положил не знаю автора карнеги по 3 читательский ну скажем не знаю джек он там и так далее да то есть мы берем говорим что под такому читательскому под такому номеру у нас лежит книжка такая-то да ну там на самом деле мы можем сохранять объекты но вот я вам для примера буду работать со строчками опять же как я уже говорил одном из уроков для того чтобы у нас что-то здесь какой-то объект ну мы сюда можем поместить строчку или какой-либо другой объект то есть там new object нам тоже ничего не помешает да но вот объект объекты которые мы используем виде ключей должны у нас использовать должны переопределять методы хэшкоды и calls я по этому поводу делал урок вам если не в курсе пересмотрите вот давайте вернемся к нашему примеру вот мы засунули несколько примеров теперь пробежаться нам просто так не получится но зато нам ничего не мешает взять и сказать примеру приходит нам читатель с читательским номером два и хочет сказать типа вот ребята дайте мне ну я вот вам возвращаю книжку нам надо посмотреть какая книжка у него была и мы вот таким вот с помощью метода get смотрим что за книжка то есть сейчас нам выведется карнеги запускаем как видите карнеги то есть мы по ключику 2 смогли посмотреть что там был за объект на самом деле мы там можем книжки какие-то складывать то есть у нас может быть там какой нибудь класс булк которым там будут на имена стены ну там как то задавать и мы допустим эту букву могли бы как то так там сюда добавить как то так запустить вот как видите у нас класс булк а здесь можно то стрим к примеру переопределить ой это блин что не так тинсер то стринг если мы перезапустим вот как видите у нас книжка в которой автор карнеги был да мы переопределили метод стринг он нам вывел name автор и name и мы вот сюда там поместили карнеги и по ключику 2 мы получили эту книжку то есть у нас тут много бы любые другие объекта можем помещать главное что вот у нас есть ключик вот принципе мы можем конечно пробежаться по коллекции поводить все что в ней есть для этого у нас есть для этого у нас есть а вот как видите мы можем пробежаться по всему что нам есть но принципе обычно это не нужно обычно мы просто по какому-то ключику достаем какое-то конкретное значение вот так же принципе при желании мы можем пробежаться и по всем ключиком тогда нам нужен кейсет то есть мы возьмем все ключи которые у нас там валяются точнее лежат 1 2 3 как видите вот то есть главное что вам понимать сейчас это принцип действия map что они предоставляют три метода да вот тут гэт сайс в путь мы передаем ключик значения с помощью гэта мы достаем по ключу какое-то конкретное значение то есть вам нужно это понимать вот давайте продолжим я вам в будущем сделаю отдельные уроки по очередям листам с этом и мапом покажу как они устроены вам будет очень интересно сейчас что вам главное понимать что у нас есть главный метод collection интерфейс точнее у него есть наследники лист есть сет есть куай есть мап то есть вот это 4 основных наследникам они все нам пришли на замену массивом и используются вместо них у нас есть несколько основных методов коллекциях это адд рему сайз и так далее листы у нас отличаются тем что они работают по индексу то есть у нас хранится индекс у нас есть там сколько-то элементов 1 2 3 5 и так далее у него есть метод get который достает который может по индексу доставать элементы вот и пробежаться можно по массиву с помощью этого по и выводя все по очереди по индексу с это это у нас уникальные значения то есть если мы добавим несколько одинаковых то есть он предоставляет тот же интерфейс что и collection то есть это адд и ремуф но если мы будем добавлять одинаковые значения то они в принципе просто вам не будут добавляться там у нас коллекция с уникальными значениями ну куайта очередь это всем понятно когда мы приходим в очередь за хлебом у нас но мы можем в определенной последовательности в которой мы передаем значения в такой же последовательности их и получать ну а мапа это коллекция которая способна хранить какие-то объекты по ключу то есть у нас есть какие-то ключики там 123 и мы по этому ключу запихиваем туда какие-то объекты и потом с помощью этих ключей можем доставать эти объекты в принципе все понятно на сегодня практически все остался один небольшой нюанс который я вам хотел объяснить это то что все эти коллекции они бывают трех типов они бывают ordered ну как бы не упорядоченные упорядоченные и сортированы что это значит давайте я вам приведу пример есть коллекция метода у него dd что такое не упорядоченная упорядочен не упорядоченная это вот к примеру ну скажем если мы возьмем хэш-сет хэш-сет это не упорядоченная коллекция я вам о ней попозже расскажу это означает что вот мы сейчас взяли коллекцию засунули какие-то объекты и у нас нету гарантии в каком в какой последовательности они выведутся то есть когда я вот запущу они то выведутся скорее всего один два три но на самом деле у нас нету гарантии то есть они могут вывестись в любой последовательности она не упорядоченная поэтому иногда нам полезно но иногда полезно допустим мы в базе данных что-то отсортировали и у нас все элементы идут какой-то определенной последовательности тогда нам последовательность очень важно тогда мы можем использовать к примеру linked хэш-сет это тот же самый хэш-сет но здесь у нас уже есть определенный определенный порядок здесь мы уже если мы добавляем единичку первым элементом двойку вторым тройку третьим то у нас гарантированно все будет в точно такой же последовательности то есть у нас будет 1 2 3 вот то есть здесь смотрите когда мы в хэш-сете мы вывели у нас 1 2 3 вывелся то есть у нас здесь порядок в принципе был непонятный да то есть оно само как-то там что-то отсортировало и вывело нам то в linked хэш-сете у нас сохраняется порядок то есть если мы здесь то же самое 3 2 1 сделаем у нас будет linked хэш-сет то он и выведет нам 3 2 1 ну вот как видите то есть о том как это устроено я вам в отдельном уроке расскажу почему так происходит но суть в том что вы должны знать что есть неупорядоченные и упорядоченные и вот упорядоченные они запоминают запоминают то как мы это все там ну элементы которые были по очереди введен ну элементы которые были по порядку засунуты в коллекцию оно их запомнит какой был 1 2 3 и так далее то есть оно хранит там ссылочки в общем расскажу вот но есть еще также отсортированные это значит что сорта сет нет нам нужен 3 сет 3 сет это отсортированная коллекция то есть она нам вот в каком бы порядке мы ее не поместили она нам все равно отсортирует оно выведет 1 2 3 как бы мы не крутили то есть оно их сортирует оно знает что единичка была первая двойка была вторая тройка третья ну а сортировки коллекции я вам расскажу в отдельном уроке о том как их сортировать что для этого есть у нас то есть у нас есть натуральная сортировка или с помощью там определенных классов интерфейсов comparable компаратор об этом я вам расскажу вот сейчас вам что нужно знать что есть коллекция у них есть несколько имплементаций это лист листы сеты и квай также есть отдельный отдельный интерфейс мап вот вы должны знать что листы работают по индексу квай это обычные очереди сеты это уникальные значения а мапы это коллекция которая хранит ключ значения вот и все эти коллекции ну практически все они бывают трех видов это неупорядоченные упорядоченные и отсортированные неупорядоченые и это рандомные это когда мы будем зап praised и все по очереди доставать будет случайный порядок упорядоченные , это когда они будут об идти определенному принципу, ну, то есть мы можем задать алгоритм сортировки, если это у нас какой-то объект будет. В любом случае у нас есть какой-то алгоритм сортировки, и мы можем их отсортировать и вывести. Вот. Это то, что вы должны знать. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо. Следите за моими следующими уроками. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.